Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как привязать расчетный счет к сервису «Мое дело». Смотрите, если я перейду в раздел «Деньги» в сервисе «Мое дело», то у меня будут отображаться все мои операции по расчетному счету. Сколько я заплатил налогов, от кого мне пришли деньги. Когда я оплачиваю налоги, то у меня налоги рассчитываются сами, автоматически. Мне не нужно вручную считать, сколько денег я сегодня в этом месяце получил, в этом квартале. У меня все рассчитывается автоматически, и я рекомендую вам так же сделать. Для этого нужно привязать расчетный счет. Как привязывается расчетный счет с банка. То есть «Мое дело» будет видеть ваши операции. Он не сможет у вас списать деньги, он просто будет видеть ваши операции по расчетному счету. Для того, чтобы это сделать, то есть даже налоги, которые он будет выставлять вам документы на подписание в банк, вы их сами будете подписывать уже через банк. То есть через приложение банка. То есть он никак не сможет за вас оплатить налоги. И даже налоги оплатить не то, чтобы списать ваши деньги. Так что не переживайте. Для того, чтобы привязать свой расчетный счет, вот здесь справа вверху нажимаете на шестеренку «Реквизиты». Вы попадаете вот на эту страницу «Реквизиты организации». Вот сюда вы попадете. Вам нужно найти «Настройки денег». Вот здесь слева. Нажимаете «Настройки денег». Вот здесь, на этой странице, уже у вас отображаются расчетные счета. Но у вас здесь сначала ничего не будет. Листаете ниже и ставите интеграцию с тем, с банком, в котором у вас открыт расчетный счет. У меня есть расчетный счет в Сбербанке и в Тинькофф банке. Поэтому я вот здесь поставил галочки. Например, у вас в банке открытие. Либо у вас в Сбербанке. Вы ставите просто вот здесь ползунок. Здесь перейти в банк будет кнопочка. Нажимаете на нее. Вы переходите на сайт банка. Здесь вам нужно будет авторизоваться, ввести логин, пароль. После этого вам нужно будет разрешить доступ порталу «Мое дело» к своему расчетному счету. И после этого он будет, сможет у вас считывать операции. Вот здесь в разделе «Деньги», например, давайте еще раз перейду. В раздел «Деньги» вы нажмете «Обновить из банка». И у вас запрос на выписку успешно отправлен. То есть запрос отправлен в банк на то, чтобы получить информацию о том, сколько денег у вас сейчас на карте, на бизнес-карте, на расчетном счете. Вот так. Надеюсь, что данная информация была для вас актуальна и полезна. Спасибо за просмотр. Если хотите зарегистрироваться в сервисе «Мое дело», есть ссылочка в описании. Регистрируйтесь. У меня есть отдельный плейлист по сервису «Мое дело», если какие-то вопросы у вас еще остались. Всего хорошего. Пока. Регистрируйтесь.